В России снова вырастут зарплаты. Топилин, это глава Минтруда на медне хвастался. Правда, не у всех, у определенных категорий бюджетников. Только повышение произойдет с какого-то там октября 2019 года и на 4% всего пропагандисты, впрочем, уже подают эту новость как очередной прорыв. Дураки радуются. Ну, давайте посчитаем. Средняя зарплата по стране сегодня 25 тыр. Учтем налоги и обязательные отчисления в какие-нибудь пенсионные социальные фонды, то есть на руки человек получит 1017, а вот теперь берите калькулятор в руки, ой, блин, на 700 рублей в среднем ту зарплату бюджетникам-то поднимут в лучшем случае, а вот за счет новых налогов и роста цен отберут в несколько раз больше. Я, вы знаете, все время удивляюсь, ну когда Ваня уже в простейших вещах ориентироваться начнет, сложи ты 2 и 2 очередные сказки. Ведь помнишь, полгода назад главный российским пенсионерам прибавку в тысшу к пенсии обещал, а сколько они получили на самом деле? Или ты реально веришь, что в этот раз как-то по-другому будет? Ну-ну, начинаем. А вот сейчас, господа, без сарказма, потому что дальше будем говорить о серьезных вещах, тему прислал зритель, пожелавший остаться неизвестным. Итак, а знаете ли вы, что в России можно вполне себе легально торговать детьми и делать на этом сумасшедшие деньги, ну как на продаже породистых щенков, например? А это на самом деле несложно оказывается. Достаточно оседлать какую-то больную для людей тему, например, мужчина с женщиной. Разводятся, у них общий ребенок. Кому ребенок достанется? Вот. А родительские права несложно приобрести, если грамотно все обставить, просто надо знать, к кому обращаться. Есть куча псевдообщественных движений, которые, как правило, крышуются большими звездами на погонах. Есть даже целые благотворительные фонды с убедительными названиями. Но все это лишь красивая вывеска, а вот за ней, ой, ребят, полный привет творится. Это реальная журналистика, бизнес на родительской любви. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Знакомьтесь, московская общественная организация Stop Kidnapping. Помогает решать проблемы в делах семейных. Каким образом? А вот видео с официального сайта этой организации... Здравствуй, моя любимая любовь и Арианочка. Меня зовут Брагина Алина. Я твоя настоящая мама. Здравствуй, дорогой мой сыночек Богдан. Я твоя мама. Меня зовут Славоходна Людмила Николаевна. Привет, мои дорогие Мрана София. Меня зовут Морожева Лейва. Согласитесь, слезливое кино, да? Ну вот они, мамы, любящие. Вся вина этих женщин заключается лишь в том, что связали свои жизни с непорядочными мужиками. Родили от них детей, а теперь муж ребенка забрал. Да тут любой на сторону матери встанет. Собственно, этим мои коллеги чаще всего и грешат. Некогда им разбираться в проблеме, потому что и так же вроде все ясно. По некоторым данным, бывший муж Юли постоянно меняет место прописки. Сначала он жил в Петербурге, потом в Москве, какое-то время в Московской области. Где семья находится сейчас, экс-супруга не знает. Бывший муж живет с новой пассией. На связь он не выходит, сомнений у девушки нет. Такое поведение экс-возлюбленного попросту месть. За несложившийся брак и рухнувшие мечты. Либо он не может никак отпустить, да? Либо второй вариант, что о мести. Но не все так просто с тем стопки днеппингом. И вот теперь главное. Да, действительно, общественники помогают мамашам разыскать и вернуть малыша. Вопрос, как это происходит и какими бывают последствия. Но обо всем по порядку. Руководит общественной организацией некто Максимилиан Буров. Известный московский адвокат и весьма мутный товарищ, как выяснилось. Работает в основном только с женщинами. Приходит она к нему. С ней заключается договор. Мол, мы мужа вашего найдем. Не переживайте, ребенка поможем изъять. Правда, вот методы решения вопросов в Буровской конторе какие-то, мягко скажем, не совсем адвокатские. На выход! На выход! Ребенок решить вам нет. Вы что, б***ь? Держите! Вы что, б***ь? Вам же ребенок решить нет. Мать, выпусти! Мать, выпусти! Держите меня, папа! 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 Ребенок на руках у мамы в одной майке, трусах и без обуви. На кадрах, которые вы только что видели, история семьи Пархоменко из подмосковной Балашихи Анны и Александра. В тот день Анна вместе с волонтерами стопки-днепперами приехала к мужу и потребовала отдать сына. Когда мужчина отказался, начался штурм его дома. Одна потасовка сменялась другой. Все это продолжалось несколько часов. Когда на улице уже стемнело, во двор заехал черный автомобиль. Неизвестный мужчина. Нас попросили не показывать его лицо. Садится в машину адвоката и о чем-то недолго разговаривает с мамой. Через пять минут двери иномарки открываются. Из нее выходит Анна с ребенком на руках в сопровождении адвоката Бурова и двух неизвестных мужчин. Все они не успевают сделать и двух шагов, как Александр Пархоменко кидается к Анне и пытается забрать ребенка. имеется, с ними действуют по-другому. Например, фабрикуют уголовные дела о систематических издевательствах над женами или даже по статьям вроде угроза убийством, а то и вовсе в педофилии обвиняют. Я говорю, для педофилов. Но вернемся к семейству Пархоменков. Мужчина и женщина, к слову, не разведены. Отец просто забрал ребенка до суда, объяснил это так. Он хорошо обеспеченный человек, Анна же перебивается непостоянными заработками, да и жить ей негде. И вот это, друзья, очень показательный момент. Почти все клиентки Бурова являются проблемными дамочками. Ни работы, ни денег, ни кола, ни двора. Зато мужья у них не бедные люди, из которых есть что получить, улавливаете. И слово получить здесь вполне уместно. А теперь настало время еще раз вспомнить момент, на котором акцентировал внимание чуть выше. И давайте введем в историю еще одного персонажа. Участковый пытается вытащить водителя черной иномарки из-за руля и делает удушающий прием. Отца в это время удерживают двое сильных парней. Они тоже приехали на этом черном автомобиле. А Анне вместе с ребенком все-таки удается сесть в машину. Рядом с ней оказывается еще один мужчина, который блокирует двери. Участковый отпускает водителя, тот садится за руль, заводит автомобиль и медленно сдает назад. Просто дружественные ребята. Да, есть у Максимилиана Бурова помощник. Зовут помощника Андрей Евгеньевич Сиднев. А еще это бывший зэк, отсидевший за убийство и бандитизм. Правда, официально волонтером в стопке днеппинга господин Сиднев не является. Зато и это удивительно. Частенько участвует в беспредельных разборках, которые устраивают, типа, общественники. Честно, не знаю, Сиднев ли сидел в том черном джипе. Лицо человека сами видели заретушировано. Но по словам некоторых пострадавших мужчин, именно он, Сиднев, со своими дружками занимается силовыми накатами на несговорчивых отцов. Там все как в 90-е. Даже с кровью и переломами. Подробно об этом рассказал первый канал в программе «Человек и закон» 28 сентября 2018 года. Ссылка будет в описании. Я, к сожалению, не могу показать вам даже фрагментов тех интервью. Не получилось договориться о правах на их использование. Естественно, что подобный беспредел не может твориться сам по себе. Занимаются там какие-то общественники. Откровенными наездами на людей, как повторюсь, в 90-е и все, что ли? И вот тут тоже имеются удивительные совпадения. Нередко в историях со стопки-днепперами всплывают интересные имена. Например, фамилия генерала Следственного комитета Минаевой. А еще название фонда профилактики социального сиротства, который, к слову, существует в основном на бюджетные деньги и государственные гранты. И, между прочим, щедро финансирует организацию господина Бурова. Без чего бы это? Хотя, может, те люди действительно верят, что помогают вершить добрые дела. А может, и правда. Совпадение. Ну и да. А зачем кому-то заниматься столь мутными вещами, спросите вы? О законности деятельности таких общественников можно ведь и поспорить. Отвечу просто. Деньги. Помните, в самом начале сказал, мамы в стопки-днеппинг чаще всего обращаются проблемные, а вот папы в большинстве случаев состоятельные. Именно. Мужиков тупо обирают вот только материальные ценности, квартиры, машины, дома, счета, часть бизнеса. Читая денежка, в конечном итоге отнюдь не их бывшим достаются. Как-то так. В ближайших выпусках мы еще вернемся к этой удивительной, доброй сказке с кучей неизвестных, а вы тем временем перевариваете. Все. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. Дальше сами все знаете, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.